Хей ребятки, всем привет! С вами Борода, вы на канале Na'Vi, у нас игрушка под названием Blend Bound и мы продолжаем проходить кампанию. Как вы помните, мы оказались на второй главе, бездонные копии и этапчик номер 6. Поехали! У сажателя Накл был только небольшой фрагмент эссенции. Мы должны поговорить с провидицей. Она единственная, кто знает где искать остальные фрагменты. Однако она в плену самого могущественного параиспешника предателя. Ужаса недр ткача теней. Это он превратил цветущие земли Харатуна в бесплодную пустошь. Так, у нас новый враг появился. Ну, как это и полагается. Новая глава, новый враг. Единственное, я разочарован с вот этим предателем Накл, потому что он получился слишком легким. И, если честно, я даже не понял, что мы его убили-то. Когда это произошло, я не понимаю. Потому что он только выпрыгнул, только появился. И тут же он сразу же и пропал, по идее так-то. Ну и печально в итоге вышло бы. Скажи, что не печально. Потому что я рассчитывал на жесткое мясо. Какую-то хорошую с ним качественную зарубу. В итоге, что мы получили? Правильно. Мы получили полнейшее отсутствие зарубы и всего, чего ожидали. Надеюсь, что вот следующий босс будет посильнее. Это все-таки как бы полуобучение. Было полупрохождение головы. Поэтому я надеюсь, что дальше нас разочаровывать не будут. Так, хорошо. Открылся это. Там вверху еще один этапчик был. Тоже можно было пройти, но все заросло. Я надеюсь, что оно тоже потом откроется. Так. Хорошо. Печаточку надо сломить. Обязательно. Это мы уже научились. Что видишь, печать надо ломать. Правильно? Так, ну смотри. У меня тут даже хп-шечка минусуется. Так-то еще и проиграть вроде как можно. Ну, 50-очка осталось. 50 уже сбили. Это неплохо. Это неплохо. Так, а если кьюшечку давно я не юзал, да? Хорошо. Прошли этапчик. Сундучок открываем. Подарочек забираем. И в портальчик убегаем. У меня все прям в рифму получилось. Заметил, да? Так, хорошо. Победа. Что нам тут преподнесли? Броник у нас и меч. Но и то, и то слабое. По идее, мы можем же сливать его. Так, если я не ошибаюсь. Ну, началось. Только я сажусь писать с тобой видеоролик, они начинают мне вот всякую хрень предлагать, вытащить один раз. Но мне не понимают, что это просто вообще неинтересно, когда ты пытаешься пройти этапы. Так, дали лучший доспех. Великолепно. Окей. Я бы хотел слить. И вот это, чтобы каждый раз мне не показывали. Так, где мой инвентарь? Кто видит? О, боже. Я не вижу свой инвентарь. Это жесть. А вот предметы вижу. Окей. Просто все сливается. Все слишком однотонное для меня. И непривычно. Так. Вот это вот развитишь, правильно? Это то, что нам надо. У меня есть вот этот. У меня есть вот этот. У меня есть вот этот. Но это же... Это тоже сюда подходит? Серьезно? Как так? Весьма странно. Я думал, это уходит только на мечи. А я могу сюда пихать все, что угодно получается. Ну ладно. Ну весьма... Очень весьма странная хрень происходит. Почему так? Почему можно на развитие пустить все, а не только доспех в доспех, меч в меч? Странно. Тем не менее, мы улучшились и стали сильнее. Теперь можем отправляться дальше в бой. Седьмой этапчик. Поехали. Ай-яй-яй. Что же ты наделал, сынок? Теперь точно ткач не созовет всех гоблинов в Харатуни. А они уж освободят его. Вот что я тебе скажу, мелок. Сколько долго держала я его в этих рогатых копях. Так вот, где ты прятался, ткач. Умно. Скорее всего, он использует тысячелистник, растущий в копях, в качестве катализатора магической энергии. Тысячелистник, катализатор, какие необычные сочетания для этих слов. Так, ну вот, кстати, гоблины слабенькие, не знаю. Я бы не сказал, что чего-то в этом духе стоит бояться. Они прям послабее скелетов будут. Так, лифтец мы активировали. Нормально. Вот мне нравится. Если бы они просто так вот на меня бегали постоянно, это был бы вообще кромешный кайф. Почему нет-то? Просто буду стоять на месте, а вы бежите на меня все и умираете постоянно. Великолепно же. Вот это я классно придумал. Так, хорошо, мы приехали вроде как. Да. Можем спуститься. Ух ты, дядька здоровый-то какой. Ни хрена себе, слушай. Ты реально большой. И реально быстро умер. Что? Почему? Я не успел даже все навыки на нем прокастовать, потестить, так сказать. А, вот еще идет. А, так это обычно. Я думал, это как мини-босс идет. А он просто обычный чувак. Так это неинтересно. Смотри, они сразу же умирают. Вот только я выпускаю эту девочку, блондинистую, сразу такие откисают. Ты видал? Обалдеть. Так, еще получили доспех. Он будет, естественно, хуже, потому что я сделал же слияние. И мое слияние вышло уже там на 3 с чем-то тысячи по хпшечке. Так, мы получили седьмой уровень. Давай перейдем обратно. Что-то мне еще хотят новое показать. Пвпшечку. Спасибо. Да, я бы без вас не разобрался в пвп аренах, конечно. Что здесь вообще такое есть. Ой. Вообще ни разу не видно было в самом начале. Большую такую вкладочку с пвпшечкой. Вообще ни разу. Так. Нифига себе, что так эпично выглядело. А, это типа идет замедление. Каким навыком я его убил? Все, понял. Ну, я смотрю, так замедлилось. Эпичность такая пошла. Думаю, вот это я что-то кастанул. Так, все, я могу уйти. Да, спасибо большое. Мы просто к этому придем. Но придем гораздо позже. Нежели вот этот видеоролик вы видите. Это будет там после всех кампаний, наверное. Так, я хотел сделать слияние. Так, поехали. Вот это. Ну, опять левелов сразу же. Прикинь, если цешечку кидаешь, плюс 5 уровней. Опять же, да? Да, у меня сейчас десятый, а потом плюс 5. И будет у меня 4 820 добавлять этот комплект. Супер. Так, все, можно уходить отсюда. Так, не туда. Бои. Поехали. Этапчик 8. Впереди штольня рогатой копии. Много лет назад в этом месте рудокопы вскрыли недра и пробудили кошмары. Нас это не касается. Обрушился проход. Единственный способ добраться до ткача и провидицы. Пускай гоблины копают. Ну да. Пускай гоблины копают. Мы себе спокойно, тихонечко пройдем, сделаем свое дело. И опять же, так же спокойно, тихонечко уйдем через портал. Правильно? Я тоже так думаю. Окей. Что? Как печать сломить? Она, наверное, сама уберется, да? Когда я убью всех. Или что? Не понимаю. Ну, у меня здесь ничего нету. Получается, она просто исчезнет. Когда я... Да, все, вот. Убил всех. Просто исчезла. Хорошо. Обрушил что-то. А это, скорее всего, просто была как ловушка, которую я использовал преждевременно. Пеждевременно. Вот, кстати, прикольно. Они понакидывали различных, помимо основных способов, убить врага. Это интересно так. Так, а здесь я что-то не то нажал. Что-то я вызвал врага на себя. О, дядька большая, это как мы знаем. Так. Так. Да, видишь, вот, когда кастуешь блондиночку, тогда он практически сразу откисает. У него, наверное, уязвимость. Нету дефа на магию. И есть деф. Вот сейчас проверим. Так. Смотри. Хоп, и сразу умер. Все. Просто моментально. То есть, он очень уязвим именно под удар магический. Это круто. То есть, надо просто запоминать в дальнейшем, кто на что слаб и использовать. Так, мы получили какой-то мечик. Не знаю, возможно, лучше, чем мой даже. 272. Если лучше, мы его поменяем, а тот кинем в слияние. Так, все. У меня нервы сдали. Надо это просто убрать. Так. Связки самоцветов нам предлагают получить бесплатно. Хорошо. Спасибо. Доска сокровищ, хранитель, тебя ждут новые задания. Ну, спасибо. Спасибо большое. Да. Это мы получим. Это мы получим. Так. 5 пазлов на собрание каких-то комплектов. То есть, здесь еще и... Ну, это скорее либо облик. Вот не сам комплект, который можно надеть, а облик для героя. Потому что в MMORPG это очень популярно. И я думаю, скорее всего, это именно то. Так, экипировать, да, можно. Скорее всего, он у меня, да, уже стоит. Хорошо. Значит, этот мы можем спокойненько развивать. Так. Вот это мы кинем ему на развитие. Вот это. А вот это мы добавим ему на развитие. Вот эту печатку. На это уже у меня, это у меня, это у меня. Хорошо. На 10 лвлов мы качаем. Так. Ну, 469. Это в полтора раза мы подняли то, что было. Поэтому неплохо, я вам скажу. Неплохо. Мне интересно вот до 100% хоть бы разочек что-то заполнить. Чтобы понимать, насколько это будет мощным оружием. Так. Стоп. Я в PvP зашел. Вот видишь, они меня уже путают. Так. У нас осталось пройти три этапа. Поехали. А ну-ка, соберись, гоблины. Это поди уж до недр добрались. Поторапливайся, или ткач окажется на свободе. Ведьма кажется мне подозрительной. Я ей не доверяю. И кажется, она не хочет, чтобы мы освободили провидицу. Но, чтобы освободить провидицу, гоблины сначала должны освободить ткача. Похоже, наши цели совпадают. Пока. Пока совпадают. Совпадут ли дальше, это... Ну, это вряд ли. Она же ведьма, как бы. Что может у нас совпасть с ведьмами? Ну, вот вы себе представляете, чтобы у меня что-то совпало с ведьмой. Я вот просто не могу себе этого даже представить. Но это же жесть. Как может у тебя что-то совпадать с ведьмой? Может что-то отпадать от ведьмы? Это да. Но совпадать? Ну, это вряд ли. Это вряд ли, конечно. Я вам так скажу. Бум. Хорошо. Проткнул я их просто насквозь. Так, проверяем. Кьюшечка. Хоп. И сразу потух. Все. Можно даже ничего и более не использовать. Просто юзаешь кьюшечку, и он будет откисать сразу же. Ну, вот мне прям по кайфу. Я нашел слабое место для него. И вот теперь я буду этим постоянно пользоваться. Ну, конечно, я их уже заиграл на себя. А потом пошел использовать ловушку. Красавчик. Просто лучший. Так, взорвали. Дракончик. Прикольно. Давай. А, не, не дракончик. Ошибочка. Все. Ребята, отбой, отбой. Не дракон. Я думал просто дракон. Там что-то такое вылезло. Думал, нихрена себе снежиночка вылезла на меня. Еще и дракона сюда впихнули. Ошибка вышла. Не дракон. Ну, смотри. Даже это похоже на детенышей дракончиков. Но не они. Отбой. К сожалению, нет. Но было бы круто. О, это что-то головастое. Червяк какой-то. Откис очень быстро, червячок. Червячок, откисай. Смотри, вот так вот делают и откисаешь. Видишь? Они, походу, все уязвимы под нее, что ли? Не пойму. Почему только я юзаю этот скилл, сразу же они откисают. Странно. Ох, как мы много всего получили. Смотри, какой прикольный амулетец вот этот. Выглядит прям так огонь. Людейшая хринюшка. Так, хорошо. Восьмой левел бы взяли. Да, конечно, сменить экипировку. Да, конечно, сменить экипировку. Спасибо большое. Опять что-то мне еще хотят. Ежедневные задания. Каждый день. Да, это понятно. Ежедневные задания появляются каждый день. Я даже не знал, не мог подумать себе, что каждый день могут появляться ежедневные задания. Это жестко, это жестко. Спасибо. Хорошо. Получили очков. А здесь мы получаем, собственно, награду за выполненные задания. Отлично. Так, хорошо. Выходим отсюда. Там можно сделать опять слияние. Я буду делать это просто каждый раз, потому что это кайф. Так, мы, наверное... Доспех я хочу до конца добить. Так, что вот это все... Стоп. А почему я вот это... Достиг максимума. Ага. То есть, в зависимости от качества, скорее всего, в зависимости именно от качества, ты можешь на определенный процент ее развивать. Прикольно. То есть, цешечку мы можем развить только на двадцаточку. Или же мы можем благословить. Что такое благословить? Возможно, повысится качество или что? Надо будет дальше разобраться в этом. Так, но я могу это развивать еще, правильно? Так, да, хорошо. На пятнадцатый левел 578 дамага у меня теперь будет. Ну, пушка нормальная. 578 дамага, нихрена себе. Так, десятый этапчик, поехали. Посмотри на ведьму. Она меняется. Так и знала, что что-то не так. Не меня ли ты ищешь, хранитель? Это я, провидица. Я говорю с тобой через тело этой ведьмы. Много лет прошло с тех пор, как предатель отнял мою жизнь. От качества, точил мой дух в этих копиях. Освободи меня. Ну, то есть, меняется у нас, видите. Оказывается, она все равно неплохая. Она не такая, как думала провидица. Но она и неплохая. То есть, потому что она что-то изначально подумала, что все-таки она плохая. И у нас будут явные проблемы. Но, как оказалось, все не так плохо. Как мне? Вот летуны. Не люблю летунов. Что в Элден Ринге с ними проблемы? А что здесь? Так. Да, вот, конечно, кьюшечку, когда я использую, когда ведьма появляется, они очень быстро откисают. Прям слабые-слабые они под магию. Это круто. То есть, вот сейчас бы кьюшечку. Вот так вот, смотри, и все. И я не мучаюсь. У червяка этого очень много ХП. Но мне просто не приходится никак мучиться. Потому что только использовал, и все. Она сразу же откисает. Это как читы, я вам серьезно говорю. Вот просто по ощущениям реально как читы. Считай, что ты бессмертный. Так, выполнили этап. Отлично. Сливать ничего не буду. Хочу сразу же пойти дальше. Потому что нам надо вложиться в 20 минут. Они еще сейчас могут что-то предложить. Тут я же говорил. Ты же понимаешь. Так, ежедневные подземелья. Да, давай еще и вот это в подземелья нас отправлять. Серьезно? Ну, ты издеваешься? Не дадут нам нормально закончить выпуск даже. Да, да, нету, 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 окей. Я решил немного схитрить, понимаете ли. Потому что нам надо вложиться в тайм. Поехали. Одиннадцатый этап. А ты ищешь эссенцию древа? Погрузись во тьму недр, где я бродила веками, и ты найдешь пепел сожженных корней древа Элитвар. Если на вас лежит благословение Светодолины и Светоносца, вы найдете ветвь древа Элитвар. Хорошо, погружаемся. То есть она нам все-таки в итоге помогла. Возможно, нам удастся ее освободить, чтобы ее душа отправилась на небеса. Но это не точно. Это просто предположение, что, возможно, нам все-таки удастся каким-то образом ей... А что? У меня еще не зарядилась кьюшечка, серьезно. Это плохо. Я так рассчитывал сейчас ее уже использовать. А оказалось, что она просто не зарядилась. Возможно, из-за тьмы, в которую мы погружаемся. Потому что как-то специфические навыки прорисовываются не так, как всегда. Они поймут, в чем проблема. Странно. Так, 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 так. Кьюшечку. Хоп. Отлично. Откроются нам двери. Да, спасибо. Что такое? Застрял. Так, ага, пошли. Опять эти... Ну, эти мощные. На них... Даже кьюшка. Это босс? Да, это босс. Все, я понял. Это тот босс, которого мы искали. Это... Чувак, который с теньми там что-то делает. Так, в щите вообще нереально его пробить. Смотри. Просто дамаг не идет. Использую все, что есть. Ну, победа вроде как. У меня 72%. Я не думаю, что он меня собьет. Да, отлично. Уничтожили. Что-то редкостное получили. Сейчас я видел. Карточка замерцала. Должно быть что-то редкое. Именно с босса выпало. Поэтому, думаю, однозначно будет редким. Потому что это не финальный сундук, а босс. Нет, все дэшка. Все мусорное. Странно. Так, завершили. 11 этап. Мы перешли на третью главу. Великолепно. А значит, можем с вами попрощаться, друзья. Большое спасибо. Пока-пока.